Баттлшип Всех приветствую, любители морских сражений! И сегодня мы с вами рассмотрим корабль, который дают за прохождение кампании происхождение мудрости. Премиум крейсер седьмого уровня Майнц. Как вы знаете и, наверное, уже видели имбищу на шестом уровне Веймар, то Майнц это и есть Веймар на седьмом уровне. Единственное различие, что Майнцу приходится воевать с более сильными кораблями седьмого и легендарного уровня, в то время как Веймар сражается с пятерками и шестерками, в большинстве случаев, поэтому он так и имбует. Да и в бою с семерками Веймар чувствует себя более чем уверенно. Майнц же отличное продолжение Веймара, он обладает хорошей крейсерской броней, но носовая обшивка в 25 мм не позволит танковать орудия линкоров. Да и цитадель здесь весьма аппетитная и покрывает большую часть корабля. Но танковать на нем и не надо, здесь, как все привыкли выражаться, красивый геймплей. И все, что вам нужно, это найти укромное местечко на карте, подловить вражеский корабль и просто поливать его фугасами. Но не забывайте и про его бронебойные снаряды, чередуйте их с фугасами. Если видите, что корабль горит двумя-тремя пожарами, то можете переключиться на ББ и стрелять по настройкам и вытягивать оттуда хороший урон. В общем, Майнц очень хороший крейсер. Также он обладает хорошим сонаром, который обнаруживает корабли на расстоянии в 5 и 6 км, что может подпортить жизнь эсминцам. А если вражеский корабль захочет с вами сблизиться, то на этот случай у вас есть 6-километровые торпеды, по 4 штуки с каждого борта. Очень хорошее преимущество. Ну а в целом, какие же преимущества и недостатки этого крейсера? Итак, преимущества. Быстрая перезарядка главного калибра, хороший осколочно-фугасный бронебойный снаряд, наличие мощного сонара, торпедные аппараты, неплохая крейсерская броня. Недостатки это плохая маневренность из-за большого радиуса циркуляции и уязвимая большая цитадель. Ну что ж, настало время поговорить о его ТТХ, сборке и командирах на этот крейсер. Живучесть данного крейсера составляет 42 500, максимальная скорость 32 узла, радиус циркуляции 720 метров, рули 10,5 секунд, торпедная противозащита 22%. Артиллерия здесь у нас представляет 4 трехорудийные башни с калибром в 150 миллиметров. Время перезарядки 6 секунд, дистанция 15,8 километров. Шанс подшога осколочно-фугасным снарядом 8%. То есть орудия у нас скорострельные с неплохой дальностью. На ПМК мы останавливаться не будем, здесь оно довольно-таки стандартное. Вот наши торпедки, скорость 64 узла, дистанция 6 километров, максимальный урон 13700. В общем эти торпеды очень хорошо заходят на близкие расстояния. Увернуться шансов ну очень мало. В оснащении у нас с вами ремонтная команда, аварийная команда, сонар. Также можно поставить заградительный огонь ПВО, но этого делать я не советую. В принципе вот и все оснащение. Самая фишечка это его дальнобойный сонар, который светит корабли на 5,6 километров. ПВО здесь в принципе среднее, но конечно же еще один его недостаток, это его большая маскировка. 13 километров видно наш Майнц, так что укрыться не получится, нужно сразу искать себе на точке уютное место. По сборке данного корабля я рекомендую на первый модуль системы наведения, далее ставим энергетичку, третий модуль рули, четвертый мод на перезарядку главного калибра, но также можно использовать мод на дальность, тут на ваш выбор. По командирам здесь отлично подойдет Мюллер в такой вот сборке. Перки можно перекидывать на ваш вкус, добавить шанс поджога или дальность, на легендарных набитый битком или же заправочная станция, для дальности и сокращения перезарядки. Лично я играю от такой вот сборки. Вдохновления подойдут у нас такие. Норман Скотт для точности, Николай Кузнецов для дальности главного калибра, Андре Лиманье для быстрого отсвета после выстрела, Гуни Чимикава для дополнительной маскировки и Мимбели для сокращения перезарядки главного калибра. Как по мне, лучший вариант здесь это Кузнецов плюс Норман Скотт. Ну что, вот мы и собрали корабль, теперь поговорим о тактике боя. Тут все очень просто. Обычный фугасный геймплей. Ищем удобную позицию на карте за островом, идем туда, где больше линкоров. Поддавлю, подлавливаем их и начинаем накидывать из-за укрытия тонны пожаров на корабли. Ох, бедные линкоры седьмого уровня, как же им достается в последнее время от всех. Фугасников становится все больше, корабли легендарного уровня тоже. Скоро наши линкоры седьмого уровня вымрут, как динозавры. Также не забываем про наш мощный сонар и по возможности выгоняем эсминцы с точки. Если вы хотите увидеть подробный геймплей Майнца, то переходите в описание этого видео. Там я оставлю ссылку на стрим и таймкод. Ну а сейчас я предлагаю досмотреть вам этот бой под эпичную музыку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok